И битва титанов Голливуда. Обвинённый по бою Джонни Депп показал суду видео, где его избивает экс-супруга Эмбер Хёрд. Актёр требует отбывшие 50 миллионов долларов, поскольку считает, что та изменяла ему. С миллиардером Маском клеветой испортил его карьеру и пиарится на сочувствие общества. Каковы перспективы дела Метту наоборот? Семейная битва в Голливуде. Джонни Депп показал суду видео, где его избивает экс-супруга, а в распоряжении СМИ оказалась давняя аудиозапись разговора Деппа Эмбер Хёрд, где они обсуждают очередную семейную драку. Актёр требует отбывшие 50 миллионов долларов, поскольку считает, что та изменяла ему с миллиардером Маском, клеветой испортила его карьеру и пиарится на сочувствие общества. В соцсети сейчас нарастает число поддерживающих Депп и набирает популярный хештег «Justice for Johnny Депп». Подробности Светланы Очередниковой. Джонни Депп представил суду 87 видеонападений Эмбер Хёрд. Это кадры с камер видеонаблюдения в доме, где жили звёзды. Широкой публике это занимательное кино пока не показали, но о нём упоминают юридические документы по иску на 50 миллионов долларов. Депп против Хёрд. Напомню, актёры поженились в 2016-м, но через 18 месяцев развелись. Хёрд рассказывала страшные истории и демонстрировала ссадины и синяки, якобы от рукоприкладства супруга. При этом экс-жёна Деппа, Ванесса Паради и Вайнона Райдер говорили, что за ним раньше такого не водилось. Теперь в Daily Mail появилась аудиозапись, где Хёрд признаёт, что давала волю рукам и в итоге называет супругу слюнтяем. Запись, предположительно, была сделана на телефон самой Хёрд. Вот её фрагмент. «Прости, но я тебя не ударяла». «Ты била меня». «Я просто дала тебе приличную пощёчину. Никто тебя не избивал». «Не говори мне, что значит быть избитым, когда у тебя рука сжата в кулак. Как это называется?» «Никто тебя не избивал. Не знаю, что там было с моей рукой, но ты в порядке. Никто тебя не бил. Я просто ударила». Дейли Мэйл также предполагает, что случай, когда актёр лишился пальца, произошёл по вине Хёрд. Она запустила в мужа бутылкой. Адвокат Хёрд Роберта Каплан не отвергла обвинения, заявив, что агрессия её клиентки – это результат самозащиты от рукоприкладства Деппа. Но нынешние видео, которые Депп представил в суду, как говорят, свидетельствуют об агрессии актрисы, которую Депп вдобавок подозревает в изменах с Илоном Маском. Официально, кстати, считается, что их роман начался после развода актрисы. А также обвиняет в клевете, испортившей ему карьеру. Накануне съёмок очередных «Пиратов» экс-жена написала колонку в «Вашингтон-Пост» о том, что является жертвой домашнего насилия. В итоге «Пираты» выйдут без Джека Воробья. Он разорился, стал злоупотреблять алкоголем. А случайные проекты не принесли ему успеха. Зато супруга хайпанула. Девушка стала считаться активисткой, защищающей женщин от домашнего насилия, говорит редактор портала «Филм.ру» Евгений Ухов. Несколько последних фильмов, которые выходили с его участием, не были практически помечены зрителями. И прокатчики сейчас немножечко аккуратнее к этому относятся, потому что в результате обвинений, которые были выдвинуты Энбер Хёрд, было немножечко страшновато рекламировать фильмы такого выставленного ей в самом тёмном свете чудовища. Конечно, актёру было непросто. Мне сейчас сложно сказать, сможет ли он выбраться из этой истории, вернётся ли к нему уверенность, умение применять свой талант на экране. Скорее всего, судебный процесс затянется на годы. Общественная поддержка уже не так сильна в отношении Хёрд. И у Деппа есть все шансы со временем выиграть иск, полагает глава группы «Коммуникатор» Виктор Майклсон. Сейчас, безусловно, наблюдается некий откат против нету и бесконечного количества обвинений. Как всегда бывает, в волне публичной происходит осмысление, и всё становится более-менее на свои места. Скорее всего, Джонни Депп выиграет. Просто в силу того, что у него больше ресурсов, связей, знаменитостей и так далее, он сможет лучше выставить защиту. В сети начал набирать популярность хэштег «Справедливость для Джонни Деппа» в поддержку актёра. А его фанаты требуют уволить Хёрд из «Аквамена-2». Петиция уже собрала более 130 тысяч подписей. Похоже, сейчас ветер снова подул в паруса Джека Воробья.